Все хорошо, пап. Все пройдет. Я вызвала скорую. Валечка, доченька, я долго молчал, но сейчас хочу тебе кое-что рассказать. Не говори, потом расскажешь. Это ваша жена. Твоя мама не умерла. Как это ты же говорил? Я не знаю, где она. Плохо с ней расстались. Прости. Папа, папа, ты что? Теть Маша. Да. Почему вы все врали мне, что моя мама умерла? Она ведь не погибла в аварии. С чего это ты взяла? Отец перед смертью рассказал. Я точно не знаю, что у них там случилось. Я ведь тогда жила со своим первым мужем в другом городе. Ну, что-то же вы должны знать. Ну, бабушка твоя говорила, что мать тебя и отца бросила. Да смоталась, когда он в аварию попал. Вот он, наверное, и решил тебе сказать, что она в той аварии погибла. Как говорится, лучше мертвая мать, чем подлая. Я их особенно не расспрашивала. Да зачем? Валине давали покоя предсмертные слова отца и объяснение тети насчет ее матери. Никто не мог рассказать, что именно произошло между родителями. Валя хотела во что бы то ни стало увидеть свою мать и выяснить правду. Поэтому девушка решила обратиться за помощью к бабушке. Понимаете, я сама дедомовская и никогда не видела мать. Но очень хотела бы ее найти. А тут знакомая вас посоветовала. Сказала, что вы ясновидящая. Может, вы мне поможете найти маму? А вот врать мне не надо, девка. Вижу, никакая ты не детдомовская. Значит, ты правда ясновидящая. Но вот из-за того, что ты мне лжешь, помогать не буду. Ну, простите. Я все время думала, что моя мама умерла. Мне и папа, и бабушка так всю жизнь говорили. А тут отец умирал и признался, что она вовсе не умерла, сбежала. И меня, и его бросила. Я вот хочу найти ее теперь в глаза и посмотреть. Ну, успокойся, помогу я тебе. Есть у тебя вещь, которая матери принадлежала? Нет, кажется, нет. Отец даже фотографии все сжег. Ну, хорошо. Опусти руки в горох. Закрой глаза и думай о матери. Где твоя мама, не скажу, не вижу. Нет связи между вами. Но есть человек, который знает, где она. Кто это? Молчи, закрой глаза и думай о матери. Это женщина. Указка у нее в руках, зеленый костюм вижу, ты ее знаешь. С указкой в руках? Нет, не знаю. Ничего, скоро вспомнишь. Она тебе адрес матери даст. Так ее и найдешь. А теперь иди. Спасибо. Вскоре Валя поняла, о ком говорила бабушка. Женщиной с указкой была Валя на школьный завуч, Наталья Степановна. Пока она работала в школе, почти всегда носила один и тот же зеленый костюм. Наталья Степановна? Да, здравствуйте, девушка. Вы меня не узнали? Это я, Валя Пантелеева. Валя! Здравствуй, здравствуй! Прости, я тебя не узнала. Как у тебя дела? Ну так, папа недавно умер. Прими мои соболезнования. Спасибо. Я к вам за помощью пришла. Ко мне? А что случилось? Знаете, я недавно узнала, что моя мама жива, и у вас есть ее адрес. Вы не могли бы мне его дать? Я хочу с ней увидеться. А кто тебе сказал? Это правда? Ну да, где-то был, надо просто поискать. Мы ведь с ней не общаемся после того, как ты школу закончила. А зачем вы общались? Вы подруги? Нет, мы не подруги. Просто она мне иногда звонила, а я рассказывала, как у тебя дела в школе. А почему вы все это время молчали? Я же все время думала, что она умерла. Валя, понимаешь, в вашей семье в то время были очень непростые отношения, и я не имела права вмешиваться. Тем более твоя бабушка запретила мне что-то рассказывать. А у нее были такие связи, что с ней лучше было не связываться. Ты ведь помнишь, она работала в городской администрации? Да, помню. Ну, я поищу адрес твоей мамы. Если найду, я тебе позвоню. Хорошо, запишите мой номер. Да, да. Спустя два дня Наталья Степановна связалась с Валей и сообщила адрес ее матери. Увидев мать, Валя растерялась. Она не знала, что сказать, и на ходу придумала неубедительную историю о том, что она племянница Натальи Степановны. Вале было важно увидеть мать, чтобы понять, стоит ли вообще говорить ей правду о том, что она ее дочь, и начинать отношения. С легким паром. Спасибо. Фен можете взять в ванной. Нет, спасибо, я не пользуюсь феном. Интересно, а почему? Ну, так волосы пышнее. Удивительно. Моя дочь тоже не пользуется феном, именно по этой же причине. У вас есть дочь? А сколько ей лет? Девятнадцать. Она скоро приедет, и я уверена, что вы с ней подружитесь. Она у меня тоже очень хорошенькая. А где она сейчас? Сейчас она в Италии, со своим женихом отдыхает. Хорошо, наверное. Богатый жених попался. Нет, пока совсем не богатый. Эту поездку оплатил ее отец. Кстати, вы с ним скоро познакомитесь. А как ее зовут? Марина ее зовут. Секунду. В тот момент Вале проснулась ревность. Она злилась на мать, еле сдерживала себя, чтобы не начать выяснять отношения. Приятно. Спасибо. Знакомьтесь, это Валя. Она родственница одной моей знакомой. Поживет у нас какое-то время. Очень приятно. Взаимно. Артем Витальевич. Ну все, иди переодевайся, мы тебя ждем по столу. Хорошо. Прошла неделя. Валя так и не рассказала Полине Сергеевне правду и решила, что раз до сих пор ее ложь не раскрыли, то она может еще немного побыть в доме матери на правах гостей и присмотреться. Тем более, что в скором времени ее ожидала встреча с сестрой. Да, конечно, успеем. А что там успевать? Стас еще приедет и поможет нам. А я думала, он с ней отдыхает. Нет, он отдыхал. Но вернулся, у него тут дела какие-то. Понятно. Часто вы дочь за границу отправляете? Стараемся. Она у нас хорошая. Здравствуйте, Полина Сергеевна. Ну ты с ума сошел так подкрадываться? Да я не подкрадывался вроде. Мне нужны ключи от машины Марина. Зачем? У тебя же своя машина есть. Нет, я ее в автосервис отдал, там что-то стучит. Я сейчас вообще уже не успеваю в аэропорт. Ну ладно, пойдем, возьмешь ключи. Я-то думала, ты нам поможешь, а за Мариной съездит Артем. А, не, я сам хочу просто. Понятно. Ну ладно. Пойдемте. Ну отдохнули, конечно, от Асс. Ну естественно. Стас? А что Стас? Стас, Стас, у нас все в порядке. Ты же знаешь, как я мужиков везде держу. Он у меня под кабыком. После знакомства с сестрой Мариной, Валя не находила себе места. Она презирала ее, считая ни на что негодной пустышкой. Ну ладно, Катюш, пока целую. Что смотришь? Ух ты. Девочки, как у вас дела? Неплохо. Мариш, ты поела? Да, я покушала. Она, кстати, неплохо готовит. Не как в Италии, конечно, но... Домой кухарку взять можно. Очень смешно. Валя, не обижайся на нее, она шутит. Да, шучу. Кстати, мам, я сегодня поздно домой вернусь. С друзьями встречаюсь, хорошо? Слушай, а может ты с собой Валю возьмешь? Может она парня там как вот встретит? Ты как, Валюша? Я не против. Мам, ты чего? Где она, где те парни? Хотя, знаете, у меня на самом деле сегодня очень много дел. Я не успею. Ты посмотри на нее. Она даже пол метет на себя, а не от себя. Чудная. Слушай, ты правда как-то странно метешь. С ума сойти. Что тебя не устраивает? Да все меня не устраивает. У тебя шмота как в магазине, а ты еще и выпендриваешься. А чего толку, если во всем этом меня уже видели? Иди у папочки с мамочкой денег попроси на новые шмотки, пока они не уехали. Точно. Они ведь на два дня на дачу уезжают. А ты не безнадежна. Валя была вне себя. Она считала несправедливым то, что ее мать бросила, когда Валя была совсем маленькой. А Марину любит и во всем ей угождает. Быстро же ты их раскрутила. Ничего удивительного, они никогда не отказывают. Стаса ты по такому же принципу дрессировала? Ну хорошо ведь, когда твой мужчина ручной. Так. Значит, когда Стас придет, скажешь ему, чтобы он ждал меня здесь. Я до торгового центра обратно. Угу. Слушаюсь, хозяйка. Привет. Привет. Кофе будешь? Да, можно. Спасибо. А где Маринка? За шмотками в магазин побежала. Велела тебя ждать. А, ну, хорошо. Чего ты смеешься? Да ты у нее такой послушный, совсем как собачонка. Ничего я не послушный. Просто у меня время есть, вот и жду. Ну-ну. Ну. А чего ну? Я вообще иногда так делаю. Ну, чтобы она так подумала. Это мужская мудрость. Ну, ты понимаешь меня? Понимаю. Я-то вижу, что ты настоящий мачо, и тебя не так-то легко обмануть. Ты чего? Марина заругает. Меня? Нет, меня никто не заругает. Стас был совершенно неинтересен Вале. Но она так хотела наказать Марину за высокомерие, что специально соблазнила его. Ах ты дрянь! Он первый пристал. Чего, Марин? Что? А ты что стоишь тоже, Валя, отсюда? Валя понимала, что теперь ей не избежать скандала и морально готовила себя для выяснения отношений с матерью. Вы же только завтра должны были приехать. Ты представляешь, этот Стас таким подонком оказался? А тебе Марина ничего не рассказывала? Нет. Она ведь осталась какой-то девкой. Как она? Нормально лежит. Но когда мне звонила, она так рыдала, что я просто не могла не приехать. Ладно, пойду посмотрим. Валя была в замешательстве. Она не понимала, почему Марина не стала выдавать ее и не рассказала матери правду. А вот здесь Маш, вы знаете, я, наверное, здесь еще задержусь. Да нет, да, у меня все в порядке. Прошла неделя. Марина и Стас окончательно расстались. Валя не жалела о том, что сделала. Марина страдала, а это доставляло Вале удовольствие. Они перестали разговаривать, и Валя не могла узнать, почему та покрывает ее. Валя почти все узнала о своей матери, и ей надоела игра в племянницу Завуча. Она готовилась рассказать Полине правду и окончательно выяснить отношения. За продуктами. Вы сегодня рано. Я специально пораньше освободился. Мне нужно с тобой поговорить. Со мной? Давай я с тобой схожу. И заодно кое-что обсудим. Так о чем вы хотели поговорить? Ты ешь мороженое, то растает. Значит так, Валентина. Тут такое дело. Я давно за тобой наблюдаю. Все как-то не решался сказать. Ты мне очень нравишься. Я тебя люблю. Прошла неделя с того момента, как Артем Витальевич признался Вале в любви. Все это время он красиво ухаживал за ней, и Валя неожиданно поняла, что влюбляется. Из-за этого она так и не решилась выяснить отношения с матерью и окончательно запуталась в своих чувствах. Ведение мне было. Ох, ну и бед ты натворила. Я тебе не для того помогала мать искать. Вы про Стаса, наверное, да? Да, я виновата. Не знаю, что на меня нашло. Парень твоей сестры еще полбеды. Не вздумай в мужа матери влюбляться. Ты ко мне за советом пришла? Да, за советом. Так вот тебе мой совет. Оставь его в покое. Я понимаю умом, что так сделать нужно, но совладать с собой не могу. У нас с ним ничего еще не было, но... Никаких «но». Не по зубам он тебе. И с ним не будешь, и с матерью рассоришься. Вымой руки. Все из-за того, что ты веником на себя ссор мела. Теперь причиной всех их ссор становишься. Я всегда так мету. А что теперь делать? Когда придешь к матери домой, увидишь, что тот веник почернел. Вытянь его на перекресток. Иначе никому в этой семье от тебя добра не будет. И сама себе хуже сделаешь. Съезжай от матери. Прошло два дня. Провести обряд с веником, как велела бабушка, Вале не удалось. Полина выбросила почерневший веник раньше, чем его увидела Валя. Отношения с Артемом набирали обороты. Валя была счастлива, прекрасно себя чувствовала и не собиралась никуда уезжать. Войдите. Девочки, как у вас дела? Мариш, ты до сих пор страдаешь по своему Стасу. Дождался он тебе, правда? Столько времени прошло. Ты нашла работу? Это тут намечается кое-что, но пока что не знаю. Ну, ищи, ищи. Мы тебя не торопим. Прошла еще неделя. В один из дней, когда Валя и Артем оставались в квартире одни, он решил воспользоваться ситуацией и соблазнить Валю. И вопреки совету бабушки, Валя не собиралась ему препятствовать. Я люблю тебя, Артем Витальевич. Тихо, 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 тихо. Я думаю, тебе пора. Что пора? Собирать вещи и уезжать. Не послушалась я вас, бабушка, но я об этом не жалею. Я люблю Артема. Не любишь ты его. Вся любовь твоя пройдет, как только правду узнаешь. Зря ты мать обидела. Ничего, мать переживет. Она нас с отцом не пожалела. А вот об Артеме перестать думать не могу. Никак не удается нам с ним встретиться. Я ему звоню, а он трубку не берет. Возле дома его карауля, а он не появляется. И не появится. Из-за твоей выходки они с твоей матерью навсегда расстались. Зря радуешься. Он не только тебя не любит, а наказал. Как наказал? Не понимаю вас. Встретьте с матерью. Она тебе все расскажет. Не бойся, не держит она на тебя зла. Ступай. Валя долго не решалась встретиться с матерью. Но собственные страдания и любопытства взяли вверх. Извиниться пришла? Нет. Хочу с Артемом встретиться. Вы не знаете, где он? Не с Артемом, а с Артемом Витальевичем. Он же тебе в отцы годится. Да. Неважно, тебя Захар воспитал. И давно вы знаете, кто я. А как Маринка позвонила тогда, рассказала о твоей выходке со Стасом, я сразу Наталью Степановну набрала. Хотела поделиться с ней, какая у нее племянница негодяйка. Только оказалось, что это негодяйка моя дочь. Что же вы меня не выгнали тогда? А как я тебя выгоню? Ты же моя родная дочь. Осталась без отца. Я у тебя единственный родной человек. А вот Артем с Маринкой, кстати, тебя сразу выгнать хотели, только я запретила им строго-настрого. Думала, мало ли. А вдруг у тебя со Стасом все получится? А если это правда любовь? Оказалось, что ты с нами просто играла. Почему вы мне сразу не сказали? Поиздеваться хотели? Посмотреть хотела, как ты далеко можешь зайти. Оказалось, очень далеко. Я хочу увидеть Артема. Да не нужна ты ему, неужели ты этого не понимаешь? Он же все это сделал, чтобы мне доказать, какая ты на самом деле. Я вам не верю. Да он за Маринку тебе отомстил. А почему же он тогда вас бросил? Да это не он меня бросил. Это я от него ушла. Потому что я считаю, что его поступок не менее подлый, чем твой. Если ты такая хорошая, то почему меня бросил? Меня и папу, а? Да ты же ничего не... Ничего не знаешь. У меня бабушка твоя выжила. Она отцу твоему партию получше меня присмотрела по богаче. Настраивала его против меня до такой степени, что он даже руку поднял на меня. Я забрала тебя и сбежала. Ну, они меня нашли. Забрали тебя. А у твоей бабушки такие связи были, что я не могла никаких шансов тебя отсудить. Они мне вообще не давали с тобой видеться. Единственное, что я могла, я звонила, узнавала, как ты, что с тобой. Деньги тебе посылала. Я ничего этого не знала. Прости меня, мама. Валя поняла, что на самом деле мать любит ее. После того разговора Валя уехала и больше не виделась с матерью. Ей было стыдно смотреть в глаза маме и сестре, которым она сгоряча причинила столько неприятностей. Бабушка говорит, что нельзя мести веником ссор на себя. Тогда ты непременно станешь зачинщиком всех ссор и скандалов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...